Тверичане начали получать уведомления на уплату налогов за 2018 год. Рассылка продолжится до октября. Что нового могут увидеть в этом документе, тверичане узнала наша съемочная группа. На сегодняшний день уже сформировано 650 тысяч налоговых уведомлений. Более 500 тысяч из них направлены в отделение почтовой связи. 80% уже на руках граждан. Кто их уже получил, смогли увидеть, что форма налогового уведомления изменилась. Вне теперь указываются реквизиты для перечисления налогов в бюджетную систему. При этом отдельный платежный документ, квитанция, не направляется. Налогоплательщики не увидят здесь платежных документов. То есть, как раньше, квитанции к налоговому уведомлению не прикладываются. Вся информация размещена в самом налоговом уведомлении. Есть и другие инновации. Они касаются порядка расчета налогов и предоставления льгот. За 2018 год применена льгота для физических лиц, которые имеют трех и более несовершеннолетних детей. Льгота предоставлена по налогу на имущество физических лиц. Для имущества квартиры. Это на каждого ребенка по 5 квадратных метров. То есть, к тому вычету, который у нас до этого был установлен, для квартиры 20 квадратных метров, для жилого дома 50 квадратных метров. Плюсом еще на каждого ребенка по квартире по 5 квадратных метров, а по жилому дому 7 квадратных метров. Также льгота предоставлена для многодетных семей по одному из земельных участков в размере неоплагаемых 6 соток. Кстати, для граждан, относящихся к льготным категориям налогоплательщиков, пенсионеры, инвалиды, многодетные, владельцы хозпостройок площадью не более 50 квадратных метров, теперь действует беззаявительный порядок предоставления налоговых льгот, в том числе вычетов. Также граждане, которые у нас являются льготниками, большая категория, это пенсионеры, в налоговом уведомлении не увидят строку необлагаемого имущества. То есть, если у пенсионера две квартиры, как мы всегда говорили, одна квартира у нас облагается, другая нет. Ранее в налоговом уведомлении у нас были две строчки по двум квартирам, сейчас только будет строчка исчисления налога по квартире, за которую начислен налог. Рассылка уведомлений продолжится до октября. Там после этого у владельцев квартир, домов, гаражей, автомобилей и земельных участков будет еще два месяца, чтобы заплатить налоги за свою собственность. Крайний срок в этом году 2 декабря. Уже с 3 числа начнут начисляться пени. Если же налогоплательщик не получит уведомления, об этом нужно сообщить налоговую инспекцию при личном визите, либо через кабинет или интернет-сервис обратиться в ФНС на сайте.